Женщины бывают разные. Романтичные, независимые, остроумные, обаятельные, дружелюбные, напористые, добросердечные, жизнерадостные, смелые, загадочные, нежные, сентиментальные, экстравагантные, ранимые, элегантные, хитрые. Трудно найти книгу, в которой нет героини женщины. Женщина-романтик, путешественница, исследователь, роковая красотка или неудачница и даже шпионка. Такие литературные героини вдохновляют писателей на написание романов. Сейчас очень много хороших книг серии «Очарование». И каждый любитель любовного романа, любитель прочесть романтическую серию, найдет себе то, что будет для него самое лучшее. Дженнифер Эшли. Ее первая любовь. Они встретились в трудную минуту. Джулиана Сен-Джон, брошенная женихом у алтаря и друг ее юности, Элиот Майк Брайт, который долгие годы провел на чужбине, а по возвращении получил в свете репутацию опасного безумца. И девушка в порыве отчаяния предложила Элиоту себя в жены. Софи Барнс. Соблазненный граф. Люсиен Марвейн и его подруга детства Кэтрин были всегда неразлучны. Но что мог младший сын, не имея права ни на титул, ни на фамильное имение, предложить своей любимой? Люсиен предпочел отправиться на войну, а Кэтрин, даже не подозревавшая о его чувствах, вышла за другого. Но со временем многое изменилось. Тереза Ромейн. Исполнение желаний. Александр Эджуэйр, граф Хавьер, лондонский великосветский кутила и мод, знаменитый своими дикими выходками. Однако пригласить безупречную старую деву Луизу Оливер на одну из своих праздниц, посещаемых только отъявленными повесами и их подругами-куртизанками, пожалуй, слишком даже для него. Но к изумлению графа Луиза не только принимает приглашение, а буквально на глазах превращается из безнадежно скучного синего чулка в прелестную, дерзкую, остроумную и соблазнительницу. Виктория Александр в объятиях повесы Лавелас Уинфилд Эллиот, Викон Стилуэл явно не из тех людей, которых легко шокировать. Однако молодая дама во главе преуспевающей фирмы, которой он поручил реставрацию своего пострадавшего при пожаре особняка, это, пожалуй, переходит все границы. Что может понимать женщина в строительстве? Особенно неотразимая красавица-вдова Миранда Гарретт с самой природой создана, по мнению Уинфилда, для других занятий. Элоиза Джеймс. Три недели с Леди Икс. Торн Дутри богат, хорош собой, но, увы, джентльменом по воспитанию назвать его так же сложно, как и джентльменом по происхождению. А значит, ни одна достойная невеста не примет его предложение. В отчаянии он обращается за помощью к знаменитой леди, к Сенобии Сент-Клер, признанному авторитету в области интерьеров, нарядов и манер, дабы она за три недели совершила чудо, превратив запущенное менее до три в жемчужину элегантности, а его самого в настоящего светского льва. Дженнифер Доусон. Победитель получает все. Миллионер Шейн Донован, впервые встретив с Сесилей Райли среди суеты и суматохи подготовки к свадьбе своей сестры, принял ее за снежную королеву. Холодность и самовлюбленность которой уступают лишь ее красоте. Однако постепенно он начал понимать, что за внешностью ледяной карьеристки скрывается обычная молодая женщина, мечтающая, как и все, о любви и счастье, отношениях и семье. Элизабет Хойт. Тайна ее сердца. Леди Маргарет Рейдинг поклялась отомстить таинственному незнакомцу по прозвищу призрак, которого считают убийцей своего возлюбленного, и ей удалось близко подобраться к тому, кого одни считают преступником, а другие благородным защитником невинных. Однако к своему изумлению леди Маргарет обнаружила, что загадочный призрак никто иной, как ее законный муж Годрик Сент-Джон, которого она не видела с самого дня свадьбы. Жулиана Грей. Как покорить маркиза? Принцесса Стефани вынуждена не просто бежать из захваченного французами маленького немецкого княжества в Лондон, но и выдавать там себя за юношу. Более того, служить клерком в скучной юридической фирме. Однако все меняется, когда в конторе появляется племянник хозяина Джеймс Ламберт. Анна Кэмпбелл «Семь ночей в постели повесы». О таинственном хозяине замка Крэйвен Джосефе Мерике ходила молва, как о жестоком чудовище, чья черная душа подстать скандальному происхождению и обезображенному шрамами лицу. Однако у красавицы Седони Форсайт выбора не было. Ради спасения сестры она добровольно предложила себя Джосефу в любовнице и со временем поняла, какую прекрасную, благородную и искреннюю душу скрывают суровые манеры и ужасные шрамы. Николь Майклс «Покори мое сердце» В жизни Калли Даниэлс нет места романтики. Она слишком занята работой в своей кондитерской и преподаванием танцев в местной школе. Да и тренер школьной футбольной команды Беннет Кларр, до сих пор страдающий от последствий травмы, оборвавший его блестящую спортивную карьеру, не готов к отношениям. Однако обстоятельства складываются иначе.